У нас нет общественного телевидения. Есть канал номер один имени Эрнста. Нет никакого общественного телевидения. Там и не пахнет. Вот общественность собралась тысячу человек в Москве две недели назад в субботу обсудить закон образования для всех. Это то, что касается, как и пенсионной, каждой семьи и каждого человека. На фоне закона Фурсинга, который ликвидирует классическую русскую, советскую школу и нормальное образование. Кто делает доклад? Доклад делает Нобелевский лауреат, один из умнейших людей на планете. Руководитель комиссии по новому энергообеспечению. Жерес Иванович Алфёдор. Кто делает доклад? Смолин делает один из лучших авторов по образовательной политике, которая проводилась все годы для того, чтобы сохранить эту политику. Кто ведет? Мельников ведет. Единственный депутат нашей Госдумы, который был в Совете Европы, представитель комитета по науке и высоким технологиям. Больше ни одному нашему депутату за 15 лет не доверили ни одного комитета. Что бы вы думали вообще из телевидения? Оно было, а даже картинку не показало. К чему? Потому что это поперек того плана Путина вместе с Фурсенко, который ликвидирует нашу школу, где среди образовательных предметов нашлось место русскому, литературе, математике, физике в качестве базовых. Это жульничество в особо крупных размерах и предательство интересов своих детей и внуков. А что такое общественное телевидение? Когда общественное телевидение учреждает свой комитет, когда он в состоянии комиссии собраться, обсудить, никто не собирается дергать за ручку и за пульт управления. Но общественное телевидение имеет право высказать свои отношения, в том числе и к содержательным программам. Такого грязного телевидения, включая, видимо, второй канал, он все-таки ровнее, аккуратнее, а по справедливее 224. Как у нас нет нигде. Я видел все каналы Азии, все каналы Европы, Америки. Нигде такого нет. Возьмите сводку у начальника милиции, там будет 15 страниц преступлений за ночь. Я милицией много лет занимался. В первое время откроешь, 7 страниц читаешь, человека с крепкими нервами они сдают после пятой страницы. Но если взять, допоказывать на каналы с утра, вы не в состоянии работать. Вот всех ошарашили, врезали по морде, по зубам, сломали психику и отправили на работу. Чтобы так наше телевидение показывало, вернее, наша информация была в 41-м году, Москву и Питер сдали бы через два месяца. Поэтому вы должны, если доброе утро, но по крайней мере, надо соизмерять. Лекарство любое можно пить, но если вы лучшего лекарства, 10 таблеток сразу прогладите, вы просто сдохнете там. А это суют тебе в рот, в мозги, в зубы, что угодно. Кроме того, что, собственно, нужно нашей державе. И говорят, и говорить только важно.